Дмитрий Пёхов Добрый день. Первую волну мы прошли достаточно успешно. Без каких-то потерь среди личного состава, без потерь, связанных с обеспечением компонентами донорской крови. То есть, в общем и целом, всё прошло в планном и штатном режиме. Сокращалась ли заготовка крови? Были ли какие-то проблемы с количеством доноров? Ну, дело в том, что можно чётко понимать вопрос, что значит сокращалась. Вы все прекрасно знаете, что лечебные учреждения Брянской области, допустим, были переведены на ковид-госпиталя, так называемые. Соответственно, оказание плановой медицинской помощи было сокращено. В связи с этим, конечно же, и поток доноров был преднамеренно уменьшен нами. Не потому, что люди не хотели сдавать, а потому, что нам требовалось меньшее количество крови, компонентов крови, в связи с тем, что объём помощи был уменьшен плановой. А в справедливости ради нужно ответить, что это касается не только Брянской области, но и также федеральные центры снизили заявку на получение компонентов крови в период первой волны. То есть, это те федеральные центры, московские, с которыми медицинские, с которыми сотрудничество станции переливания. Как сотрудничество складывалось в период пандемии? Как складывается сейчас? Есть ли какие-то корректировки в связи с ковидом? Ну, сотрудничество до пандемии складывалось в обычном традиционном режиме. То есть, была заявка, было выполнение. В период пандемии, в принципе, наверное, 90% центров, которые мы обеспечиваем компонентами крови, то есть мы, это я говорю, Брянская область, станции переливания Брянска, они были переведены в разряд корид госпиталей. Соответственно, то же самое, как и в Брянской области, плановая помощь в этих госпиталях была уменьшена. Ну, и как следствие, количество компонентов, потребляемых крови данными учреждениями, то же самое было уменьшено. Но при этом работа велась, и даже в самый такой пик подъема волны в Москве наши машины ходили, водители, сопровождающие лица в костюмах, отвозили компоненты крови. А вообще, как ваши сотрудники, специалисты были экипированы? Ну, соответственно, с требованиями санитарных правил, в соответствии с действующими нормативными правилами сотрудники, которые осуществляли, когда уже была официально введена волна, так сказать, будем так говорить, то сотрудники для работы с донорами были экипированы в костюмы первого класса защиты, это так называемые в простонародье противоотчемные костюмы. Соответственно, были средства индивидуальной защиты в виде очков, масок. Вот. И осуществляли свою деятельность в этих костюмах, по графику меняли их, происходило обеззараживание, потом по-новой одевались. В соответствии с правилами. Плюс, в соответствии с рекомендациями была введена еще по желанию, но надо дать должное, коллектив доверяет администрации учреждения, которым я руковожу, и поэтому, в соответствии с правилами, рекомендациями Министерства здравоохранения, как только они стали выходить, коллектив был приведен еще на неспецифическую медикаментозную профилактику ковида. То есть это препараты-стимуляторы интерферонов и назарные спреи, которые были официально опубликованы как рекомендуемые. Большой документ, который вы назвали, да, табличку вот эту, помню, тоже смотрел я. Дмитрий Александрович, люди болеют не только ковидом, к сожалению, есть тяжелые заболевания, которые связаны с необходимостью трансплантации костного мозга. Я знаю, что станция, я в этом поучаствовал, как донор. Брянск присоединился к программе формирования реестра доноров костного мозга. Вот это сложная тема, но, тем не менее, Брянск присоединился, это приятно. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, тема, во-первых, осложняется тем, что со стороны средств массовой информации этому вопросу уделяется очень-очень мало времени. Со времен, когда я заканчивал институт, со времен, когда мои родители заканчивали институт, моя сестра, схема по донации костного мозга резко претерпела изменения. Ну, просто вот, к примеру, могу сказать, да, действительно, мы подписали соглашение с Кировским научным центром гематологии ФМБА России о взаимодействии. В чем заключается это взаимодействие? Мы на своей базе осуществляем предварительную, хорошее слово в этом смысле, вербовку доноров, проводим их предварительное обследование, устанавливаем, что они в состоянии по физическому здоровью и добровольно готовы стать донорами костного мозга, и забираем у них образец донорской крови в объеме 5 мл и отправляем в Кировский научно-исследовательский институт. Там с ним производится определение ашлятипа этого донора в среднем размешении, и он вносится в единую базу. Как только в любой точке Российской Федерации есть пациент, которому нужна пересадка костного мозга, обращаются к держателям таких регистров, которые создают Кировский центр. Пациенты определяют ашлятип, обращаются, говорят, у нас есть пациент с таким ашлятипом, обращаются в центр, центр говорит, а у нас есть донор. И дальше центр, который является регистром, осуществляет заготовку вот этого костного мозга. Так вот, уже после того, как вы у нас были, так сказать, мы на вас обкатывали больше. Наши специалисты учились, как правильно провести собеседование, все ли правильно сделать, как правильно сделать забор крови, чтобы технология ашлятипирована очень чувствительная к таким вещам, как внешняя среда и все остальное. Так вот, после вас приходил еще один донор кадровый, достаточно уже давно, и я ему предложил вступить в регистр. И он сказал, что я не пойду, потому что я не хочу, чтобы меня тыкали большой иголкой. Когда я ему объяснил, что тыкали иголкой, это уже давно закончилось, и на самом деле сегодняшний день донация костного мозга, это аппаратом производится, то есть ты абсолютно свободен, ну, в достаточной степени выражения, но при этом можешь встать, походить, подвигаться, пользоваться мобильным телефоном, смотреть телевизор, разговаривать. Тебя просто присоединяют к аппарату, и аппарат, процедура, конечно, длительная, от 4 до 6 часов, но аппарат без каких-то болезненных ощущений из твоего русла крови выделяет сам и собирает вот эти вот клетки костного мозга. То есть, еще раз повторюсь, иголками уже никто никого не тыкает. Не, ну иголкой в вену, Дмитрий Александрович, поясните. Иголкой в вену, да, но все представляют донацию костного мозга, это когда вот такая вот игла, и протыкается гребень подвздошной кости, либо гребень грудины. Но, согласитесь, ощущения даже уже по разговорам вызывают сразу боязнь. А при этом, когда ты, как вы говорите, почему, собственно говоря, мы давно в эту тему пытались войти и искали нам такого надежного партнера. До этого федеральные центры не могли широкомасштабно заниматься созданием регистра, не было финансирования. И вот ФМБР России один из таких первых проходцев, потому что, еще раз повторюсь, это государственный университет, который принадлежит, институт научно-исследовательский, прошу прощения, который принадлежит правительству Российской Федерации. Соответственно, вся база, которая будет собрана, будет находиться в руках правительства Российской Федерации. Де-факто. Вот, соответственно, никаких каких-то коммерческих вопросов, частных вопросов возникнуть не может. То есть это исключительно взаимодействие в гору власти. Вот, еще раз вернусь. И поэтому иголками сегодня никто никого не тыкает, никто не берет. Нет. Если вы, конечно же, спешите сдать костный мозг, то вам могут предложить такую процедуру. Сдать посредством пункции костного мозга. Но, еще раз вернусь к тому, что по закону, по закону, на период, если вы даете согласие на донацию, вам выдается больничный лист, который обосновывает ваше отсутствие на работе. Вот. Вам компенсируются расходы, связанные с проездом к месту донации, расходы, связанные с проживанием, расходы, связанные с питанием. И на основании всего этого, какой смысл куда-то спешить, если можно просто произвести медикаментальную подготовку в течение четырех дней стимуляции собственного костного мозга. На пятый день прийти, посидеть на аппарате 4-6 часов, безболезненно, еще раз повторюсь, пользуясь всеми возможными средствами связи, то есть там ничего такого нет. И после этого, на следующий день удостоверившись, что с вами все хорошо, вас отпустят и вернетесь домой. Ну, наверное, более, не гуманной, а более эффективной схемы на сегодняшний день нет, согласитесь. Мир Александрович, ну, наверное, и будет ощущение у человека, что он причастен к спасению чьей-то жизни, потому что костный мозг, он требуется тогда, когда уже стоит вопрос жизни и смерти ведь? Ну, это вообще же уникальная вещь, костный мозг и уникальная патология. Мы-то, собственно говоря, пошли по этот вопрос, наращивали. То есть мы искали такого нашего партнера в этом проекте для того, чтобы, еще раз повторю, у нас первая задача стояла, что это должно быть государство. Это не должны быть частные компании. Нам давно обращались с предложением разные частные фонды, давайте мы ваших донорам возьмем, то есть я пятое-десятое. Вот. Что мы добились? Мы добились в первую очередь того, что в данном соглашении, что, допустим, после проведения процедуры ошлятипирования, вот, ну, не будем придавать иную значение, но я лично ваш, Артем, ошлятип буду знать. Это очень немаловажно, потому что из Брянской области точно так же уезжают люди и становятся в реестр на пересадку костного мозга. И мы начинаем с малого, но планируем закончить большим. То есть в перспективе, когда у нас наши доктора в Брянске выставляют показания к тому, что будет проведена химиотерапия и потребуется пересадка чужеродного костного мозга, второй вопрос, который возникает с этим, у нас житель Брянской области, ему показана пересадка костного мозга. Лучше всего для пересадки подходят ближайшие родственники. Но федеральная квота покрывает обследование на ошлятип только больного. А родственник должен будет заплатить денежные средства, чтобы пройти это обследование. Так вот, если у нас уже на сегодняшний день, и наш специалист, который курирует этот проект, ведет эту работу, если у нас в Брянске есть такой пациент, которому нужна пересадка в перспективе, и у него есть родственники, попадающие под критерии донации донору костного мозга, то, соответственно, мы этого родственника можем взять кровь бесплатно, отправить в Киров, там проведут ошлятипирование, и если родственник совпадет с пациентом, то, в принципе, и Киров же сможет произвести дозу, необходимую для пересадки в любом федеральном центре. То есть мы фактически хотели и стремимся стать проводником, быстро действующим таким проводником между решением вопроса. То есть, получается, здесь больше о себе узнает пациент, и больше узнает его родственники о себе, и это замечательно? Не то, что больше, а еще раз говорю, тут основная проблема заключается в том, что лучше всего совпадают всегда родственники. Ну, понятно, мама, сын, условно говоря, да, да. Но если у мамы есть проблемы со здоровьем и ее обследование, а это очень дорогостоящая процедура, на самом деле, ашлятипирование, вот. И то за маму оплатит федеральный фонд по квоте высокотехнологичной, то, чтобы понять, может ли сын подойти и стать донором костного мозга для своей матери, им придется платить из собственного кармана. В данной ситуации мы сможем безвозмездно взять кровь у этого сына, условно говоря, отправить в Киров. Киров точно так же безвозмездно выполнит ашлятипирование потенциального донора родственника. И если они совпадут по ашлятипу, то, соответственно, Киров же будет готов из этого родственника приготовить дозу и передать в любой центр, где будет находиться на лечении мамы. Мир Александрович, давайте расшифруем ФМБА России. Вы говорите ФМБА России, не все зрители, наверное, знают эту аббревиатуру. На самом деле для людей постарше, живших и работавших в Советском Союзе, это 4-е управление Минздрава СССР. Сейчас это Федеральное медико-биологическое агентство России. То есть это федеральная структура, чтобы люди понимали, что это не частная... А это федеральная структура, подчиненная министру, вице-премьеру, входящейся в структуру и руководитель ФМБА назначается премьер-министром Российской Федерации. Кстати, руководитель ФМБА России это Вероника Игоревна Скворцова, если я не ошибаюсь, да? Абсолютно верно, да. Ранее министр здравоохранения. Которая бывала в Брянске, кстати говоря. Дмитрий Александрович, давайте, наверное, вернемся от регистра доноров костного мозга к станции переливания крови, еще есть эфирное время. Скажите, что нового на станции за 2020 год? В условиях пандемии, тем не менее, чего удалось дать? Вы знаете, несмотря на пандемию, на самом-то деле, ну тут разговариваем, люди немножко жалуются, что вот перспективы развития упали и все остальное. У нас на самом деле как-то, ну, рано говорить, год еще не закончился. Вот буквально до связи с вами мы сегодня проводили одного нашего доктора. Он уходит работать в ковид врачом-лаборантом. Это так, к слову. А что касательно развития и перспектив, то вот хочу сказать, что многие там жалуются, а у станции действительно так много новостей, они, может быть, не такие глобальные на фоне ковида, не такие интересные, но, допустим, достаточно сказать, то, что вот за прошлую неделю мы приняли три делегации из других регионов Российской Федерации. Вот. Это делегации, наши коллеги, в том числе члены тут приезжали в правительство Владимирской области и из Министерства здравоохранения Владимирской области. Сейчас очень сильно просят посетить нас Ярославскую область посмотреть. А связано это с чем? Ну, первое. Мы первые пока и единственные в России, и пользуясь эфиром, наверное, лишний раз хочу сказать слова благодарности председателю правительства Брянской области за поддержку. Мы первые установили новые центрифуги для фракционирования плазмы для производства альбумина. Вещь такая вообще уникальная, потому что в широком масштабном производстве на сегодняшний день в мире отсутствует производство таких центрифуг именно для станций переливания. То есть альбумин, препараты крови в мире производятся на больших заводах. У нас в Российской Федерации, в Советском Союзе, а потом в Российской Федерации производство было распространено на станциях переливания. Поэтому и центрифуги, которые были смонтированы, которые у нас были, это 71-го года выпуска центрифуги. Соответственно, вы понимаете, что поддерживать их в рабочем состоянии, первое, это очень сложно. Второе, КПД их действия резко снижен. Ну и в-третьих, просто моральное устаревание. Так вот, мы очень долго тоже этим вопросом занимались, нашли нашего отечественного производителя, который смог спроектировать, зарегистрировать и создать такую центрифугу именно для установки на станциях переливания крови. И еще раз говорю, что вот благодаря председателю правительства Брянской области мы получили денежные средства из бюджета Брянской области и смогли установить центрифуги. Причем устанавливали мы их в апреле месяце, в период волны. И отдать должное, опять же, производителю, он их привез, установил, пустил. И вот сейчас мы их тяжелое оборудование, в плане того, что тяжелое, то есть это специфическое оборудование, приняли решение однозначно, поэтому было принято решение нами. Мы их до конца года откатываем на нагрузки на первичный, но, в принципе, на сегодняшний день уже ведем речь о том, чтобы увеличить загрузку, соответственно, увеличить объем выработки препаратов. Вот такая вот уникальная, неуникальная новость, я не знаю. Вот нас 8 производителей в Российской Федерации станций переливания, вот, и я не слышал, чтобы остальные 8 по документам, 6 работают, вот, я не слышал, чтобы остальные 5 поставили себе новые центрифуги. Теперь давайте немножко расшифруем, чтобы зрителям было более понятно. Значит, председатель правительства Брянской области, это у нас губернатор Брянской области, Александр Васильевич Богомасов. Да, безусловно, Александр Васильевич, просто, но это же, понимаете, как по аналогии, есть президент, есть представитель правительства, да, президент занимается внешней политикой, представитель правительства занимается внутренним хозяйством, поэтому, ну, я прошу прощения, может быть, но здесь речь идет о хозяйстве Брянской области, поэтому председатель правительства, да, он в этом плане, по хозяйству в Брянской области, да. Дмитрий Александрович, а теперь про Альбумин, все-таки не для всех телезрителей, И дай бог, чтобы это касалось как можно меньшего количества наших телезрителей, жителей Брянской области, жителей России. Но тем не менее, когда нужен альбумин? Ведь это препарат реанимационной группы, насколько я понимаю. Я все-таки как почетный донор знал, что моя кровь в том числе шла туда плазма. Не просто реанимационная группа, а объем потребления альбумина лечебными учреждениями Брянской области возрос на фоне ковида. Он точно так же применяется у тяжелого альбумина, находящегося в реанимации. И наша станция переливания крови из немногих в России, она его производит сама. Мы полностью закрыты альбумином, имея в виду наше учреждение здравоохранения Брянской области? Сто процентов. Наша плазма, которая является сырьем, наш альбумин. Наши учреждения, то есть расположенные на территории Брянской области и работающие, находящиеся в собственности правительства Брянской области, получают альбумин бесплатно. И это замечательно. Хотя, как я уже говорил, лучше бы его поменьше надо было, но жизнь показывает, что он... Я с вами соглашусь, но вот я говорю, именно в период ковида, первой волны возрос именно потребление, потому что еще, с одной стороны, крови было надо меньше компонентов крови, потому что флановая помощь была сокращена. Альбумин стал возрастать, потому что в реанимации пациентам, находящихся на искусственной вентиляции, на кислородной поддержке, когда пациент не может самостоятельно принимать пищу, без альбумина тяжело выходить такого. Дмитрий Александрович, у нас буквально минута. Еще один вопрос, очень коротко. Значит, что нужно для того, чтобы в регистр донору костного мозга попасть? Вот возвращаясь к нашей главной теме. Первое. 64-88-64. Приемная главная врача, станция переливания крови. Звоните. Вам должно быть от 18 до 40 лет. Вы должны быть гражданином Российской Федерации и не должны иметь тяжелых хронических заболеваний. Сахарный диабет, онкология, гепатиты, ВИЧ, сифилис. Все. Если у вас этого нет, вы звоните и говорите, я, допустим, Иванов, хочу стать донором. Секретарь записывает номер телефона. Специалист, который курирует этот проект, он пока у нас в одном лице, потому что мы точно так же, условно говоря, набиваем руку. Хотя уже готовим первую квартиру к отправке в Киров. У нас достаточно хорошо идет пополнение регистров. И звоните, все. Специалист с вами связывается, назначает вам удобное время для явки на станцию. Первое. Вначале беседуют более углубленно по телефону. Опять же, это связано, условно говоря, и с пандемией. В том, что лишний раз приходите. Общественность – это ни к чему. Если при собеседовании по телефону у вас не выявляется каких-то противопоказаний, вам назначается удобное время для вас. Вы подходите на станцию переливания, проводите здесь буквально 10-15 минут. То есть еще раз заполняете собственноручную анкету, у вас берут из вены кровь. И все. Дмитрий Александрович, спасибо большое за интересную беседу, за интересную и полезную информацию. Еще один момент. Если можно, пользуйтесь эфиром. Действительно, очень хочется попросить самого двое детей. Поэтому очень хочется посмотреть тех, кто нас смотрит. Пожалуйста, носите маски. Это действительно помогает. Никого не слушайте. Дмитрий Александрович, всего доброго. О нашем телезрителе. Спасибо вам. Спасибо. О нашем телезрителе, я напомню, что на связи мы были с главным врачом Брянско-областной станции переливания крови Дмитрием Александровичем Пеховым. Также для вас в студии работал Артем Сухоломкин. И небольшое мнение свое. Я выражу именно свое мнение. А если вы являетесь донором крови на станции переливания крови, на выездах, либо ходите именно на станцию, в регистр доноров костного мозга просто грех не заявиться. Всего доброго и до встречи на Брянской губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова